Искусство и о психологической установке принятия, уважения и доверия в жизни. По поводу тех утверждений было задано множество вопросов. Жизнь никогда не принималась. До сих пор никто не призывал к доверию и уважению к жизни. До сих пор никто этого не провозглашал. Много усилий, различного рода усилий, энергично создавалось для того, чтобы скрыться от жизни, убежать от жизни, разрушить и уничтожить жизнь. Некоторые люди, политики, разжигатели войны, армейские генералы оказали влияние на эту планету и пытались уничтожить жизнь. В качестве альтернативы были и другие, которые являлись приверженцами иного процесса. Те, так называемые, религиозные люди, отшельники и монахи, выворачивали свои усилия наизнанку и разрушали свои собственные жизни. Имело место два вида насилия. Либо разрушить чё-то жизнь, либо разрушить свою собственную жизнь. Уничтожить другого или самоуничтожиться. И в том и в другом случае жизнь разрушается. На сегодняшний день уважение к жизни от всего сердца не было заложено в человеческий ум. Разумеется, вследствие этого поднялось много вопросов, когда я сказал, что жизнь сама по себе – это божественность. Один друг спросил, «Оша, если сама по себе жизнь – это божественность, то тогда каков смысл выпускания из цикла рождения и смерти, то есть мокши?» Было сказано, что жизнь – это узы. А я говорю, что жизнь – это божественность. без всякого сомнения. До сих пор, пока жизнь называлась узами, но это не так. Для людей, которые не знают искусство жизни, жизнь – это определенно узы. Несколько человек путешествовали по странной незнакомой стране. Проголодавшись, они остановились у фруктового магазина. Но поскольку сама страна была им неизвестна, они не знали, какие фрукты там имеются в наличии. Продавались кокосы, а они прибыли из государства, в котором кокосы не растут. Они поинтересовались, что это. Продавец ответил, «Это очень вкусный, сладкий плод, и он как тоник». Они купили кокосы. Продавец также упомянул, что представители высшего класса, даже сам король, покупали кокосы в этом магазине. Люди поехали дальше, вывозя с собой кокосы. Они сделали остановку за городом, вытащили плоды и принялись их есть. Но они не знали точно, что такое кокос. Те плоды, которые были им знакомы, не имели такой твердой оболочки. Они начали поедать кокос вместе со скорлупой. Они расстроились, их рты болели. Они не могли распознать в этом плоде никакого вкуса. Жевать было трудно, почти невозможно. Так один за другим они выбрасывали кокосы, произнося при этом. Высшие слои общества и король этого государства, которые употребляют в пищу такие плоды, кажутся эксцентричными. Эти плоды не имеют ни сочности, ни вкуса. Они просто странные. Эти люди попросту глупцы. Выкинув кокосы, они вернулись на свою родину и стали распространять молву о том, что побывали в стране дураков. Народ там потребляет плоды, похожие на камни. На самом деле они просто не знали, как есть кокосы. Поэтому неудивительно, что люди чувствуют себя скованными жизнью, поскольку они не осознают, как есть этот плод жизни, как наслаждаться жизнью, как испить этот сок жизни. как пережить эту музыку жизни. Жизнь состоит не из цепей, и нет никакой мокши, нет никакого освобождения, кроме самой жизни. Тот, кто становится способным понять жизнь в ее тотальности, получает освобождение посреди жизни, при жизни. между жизнью и освобождением не может быть никакого противоречия. невозможно, чтобы в жизни имелись противоборствующие силы. просто невозможно, чтобы между существованием и миром могла присутствовать какая-либо фундаментальная враждебность. есть мозг глубокой дружбы. есть лишь один сущностный дух, который проявляется в этом мире, в освобождении, в теле, в душе, в форме, в бесформенном. но наше неумение, наше недоверие к жизни ограничивает нас, становится для нас узами. мы никогда не учились искусству жить, и из-за нашего невежества относительно этого искусства жизнь стала для нас кислой и безвкусной. поэтому, вместо того, чтобы изменить свой образ жизни, мы пытались разрушить саму жизнь. мы вели себя как тот дурак, который... вы могли слышать об этом дураке? если не слышали, то позвольте мне рассказать, и, вероятно, вы сможете узнать того дурака, о котором я говорю. был один парень, который считал себя очень красивым. никто на свете не был красивее, чем он. это характеристика безумия. естественно, он боялся стоять перед зеркалом. однажды кто-то поставил перед ним зеркало, и он незамедлительно потребовал разбить зеркало в тот же миг. люди спрашивали, почему? он ответил, я очень красив, но зеркало подшучивает надо мной, оно делает меня уродливым. зеркало пытается сделать меня уродливым, и я не выношу никаких зеркал. я разобью их все до одного. я красив, но зеркало показывает меня уродливым. он отказывался смотреться в зеркало. если кто-то приносил зеркало, тот сразу же его разбивал. человек ведет себя прямо как этот дурак. он не может признать, что зеркало отражает реальность. зеркало показывает, кем мы являемся. у него нет причины делать кого-либо уродливым. зеркало даже не осознает нас, оно отражает то, какие мы есть. но вместо того, чтобы признать, что мы уродливы, мы начинаем разбивать само зеркало. люди, которые убегают от мира, это те, кто разбивает зеркала. если мир кажется несчастным, тогда помните, что мир есть не что иное, как зеркало. мы видим все то, чем мы являемся. если наша жизнь управляется страданием, мы находим мир полным страдания. если наш ум склонен к беспокойству, наш мир затмевает беспокойство. если мы насобирали шипов, мы находим в мире только шипы. наш мир, наше эхо. все, что находится внутри нас, эхом отражается в мире. но мы не готовы увидеть это. мы продолжаем говорить, что мир — это страдание. мы продолжаем говорить, жизнь бессмысленна. оставьте ее, разрушьте ее, убегите от нее, будьте освобожденными. от чего мы хотим убежать? мы не можем освободиться от жизни, мы должны изменить себя. нам не нужно разрушать свою жизнь. если мы хотим быть освобождены, мы должны коренным образом трансформировать себя. мы должны быть готовы к тому, чтобы коренным образом поменять себя. тогда мы благодарны жизни, и мы чувствуем блаженство. тогда мы преисполнены благодарностью к существованию. жизнь такая прекрасная, жизнь такая чудесная, жизнь такая сочная, жизнь полна поэзии, она настолько полна песен, настолько полна музыки, но нам необходимо обладать потенциалом, способностью все это увидеть. нам необходимы глаза, чтобы все это увидеть, уши, чтобы все это слушать, руки, чтобы всего этого касаться. некоторые друзья спросили, Оша, утром ты упомянул что-то об искусстве жить, пожалуйста, расскажи нам о наиболее важных особенностях искусства жизни. когда я говорю искусству жить, это означает, что нам следует развивать свою чувствительность, свою способность, свою восприимчивость до такой степени, чтобы все, что является настоящим, хорошим и прекрасным в жизни, стало касаться наших сердец. мы должны быть в состоянии все это переживать, но то, как мы обращаемся со своими жизнями, не позволяет всей красоте в жизни касаться наших сердец, а нашим сердцам отражать ее. вместо этого зеркала покрываются пылью и грязью, так что становится все труднее увидеть какие-то отражения. то, как мы организовали свои жизни, не позволяет нашему обществу или нашей культуре вести человечество в правильном направлении. мы находимся не на том пути с самого детства. этот неверный путь создает препятствия на всю оставшуюся жизнь и удерживает нас от знакомства с тем, чем жизнь является. нам следует понять пару моментов, связанных с этим, которые также ответят на некоторые из заданных вами вопросов. первое. нам нужен честный и подлинный ум, чтобы получить переживания жизни. наши умы нечестны, они заняты формальностями. мы не имеем опыта ни подлинной любви, ни подлинной ненависти. мы никогда подлинно не теряли самообладание и никогда подлинно не прощали. все движения наших умов, все объяснения наших умов формальны, искусственны и фальшивы. как мы можем понять истину о жизни, пока держимся за фальшивый ум? с честным умом мы можем иметь контакт с правдой о жизни. весь наш ум, все наше сердце, очень и очень формальны. нам нужно понять и ощутить этот момент. ранним утром, выходя из дома, вы случайно видите кого-то на дороге. вы приветствуете его. внешне вы говорите, рад встретить тебя. но про себя ваш ум думает. почему мне приходится видеть лицо этого ужасного парня так рано утром? это ваш неподлинный ум, отправная точка вашего нечестного ума. мы живем с такими нечестными, расщепленными умами 24 часа в сутки. как мы можем соединиться с жизнью? и мы обвиняем жизнь. этот расщепленный ум является причиной всех уст человека. мы продолжаем жить с этими дуальными умами. снаружи одно, а внутри другое. если бы он был расколот только надвое, это было бы приемлемо. но у нас тысячи расколов. внутри нас одновременно происходят тысячи вещей. наша личность неподлинна, она нечестна. вся наша личность кажется фальшивой, как будто мы играем в драме. кого мы обманываем? перед кем мы актерствуем? никто больше не оказывается обманут. из-за этой двуличности мы остаемся на расстоянии от знания себя. мы остаемся далеки от связанности с жизнью. мы лишь обманываем себя по всем направлениям. глубочайший обман происходит на уровне ума. ничто не остается подлинным на этом уровне. мы кого-нибудь любили по-настоящему. знающие люди заявляют, что лишь невежды могут любить. разумные люди только говорят о любви. они драматизируют любовь, но никого никогда не любят. практичные люди никогда не любят. они только говорят о любви. все наши чувства ограничены словами. ни одно переживание жизни никогда не касалось нас так сильно, чтобы мы могли ради него жить или умереть. ни одно из наших чувств не является подлинным. даже когда мы теряем наше самообладание, мы теряем его бессильно. за этим самообладанием нет никакой силы. за этим самообладанием нет никакой мощи. как может кто-то, кто не способен демонстрировать свой гнев, подлинно, честно, кого-либо простить. только тот, кто способен на тотальный гнев, может прощать. только тот, кто способен быть врагом, может быть другом. но мы не в состоянии быть ни друзьями, ни врагами. мы стоим точно посередине. мы стоим отстраненно. вам, как и красиво. чувствительность оказалась стерта из наших жизней. жил-был один молодой человек из деревни. это древняя история в наше время не осталось подлинных жителей деревень есть деревни но нет жителей городская культура существует повсеместно эта история произошла в америке примерно 200-250 лет назад этот молодой человек женился после свадьбы он посадил свою новобрачную в конную телегу и принялся скакать в направлении своей деревни по пути лошадь застряла в одном месте юноша упорно старался но лошадь не двигалась он проговорил своей лошади смотри это раз его жена не могла понять он разговаривал со своей лошадью лошадь сдвинулась с места прошла немного вперед и вновь остановилась молодой человек снова сказал лошади это 2 его жена сохраняла молчание опять в третий раз лошадь остановилась и юноша произнес это 3 он стал вытащил ружье и застрелил лошадь его жена была озадачена она слегка толкнула его и сказала какой-то жестокий молодой человек посмотрел на нее и проговорил это раз его жена выглядела шокированной юноша сказал осталась еще одна возможность его жена написала в своих мемуарах я в первый раз пристально смотрела на этого мужчину чей гнев мог быть таким горячим я впервые могла увидеть силу и величие его личности сейчас я не говорю вам в кого-либо стрелять но его жена писала дальше что его нраву было свойственно по-настоящему любить религиозные учителя отравили жизнь человеческой расы они сделали ее бессильной по всем направлениям они культивировали недееспособность людей и сдерживали все виды интенсивных чувств человек находился в заточении вот почему никаким сильным чувством не позволялось оставаться внутри него это однажды произошло при дворе императора акбара два соратника раджпута пришли ко двору в своих руках они держали обнаженные мечи они предстали перед троном акбара и заявили мы в поисках занятости нам нужна работа акбар спросил какова ваша квалификация они ответили мы бравые солдаты других квалификаций у нас нет акбар поинтересовался вы принесли какие-нибудь сертификаты их глаза сверхнули огнем они взмахнули своими мечами и пронзили друг другу грудь через минуту там находились два трупа и фонтаны крови акбар был крайне взволнован его руки и ноги начали трястись он позвал своего раджпутского командира и задал вопрос что это я лишь попросил у них сертификаты храбрости командир раджпутов ответил вы попросили нечто совсем неверное разве можно просить у раджпута сертификат храбрости можно лишь поставить на кон собственную жизнь может ли здесь быть какой-то другой сертификат храбрости что еще возможно принять в качестве сертификата эти двое показали вам что подразумевает под собой храбрость у нее может быть только одно значение когда человек в состоянии встретиться лицом к лицу со смертью без страшно нет иного значения храбрости не может быть никакого сертификата храбрости нет никого более трусливого чем человек который расхаживает с бумажным сертификатом храбрости на самом деле сертификат всегда показывает трусость никто не должен ходить с сертификатом Акбар записал в своих мемуарах что он навсегда запомнил этот случай на короткое время он увидел двух человек которые были по-настоящему живы в их выразительности он разглядел подлинную жизнь на секунду он увидел вспышку молнии настоящих людей эта вспышка молнии исчезла из всей нашей жизни никогда в нашей жизни гнев или любовь не вспыхивают с сиянием молнии в нашей жизни нет никакого сияния мы вымираем из-за нехватки такого сияния такой энергии такой молнии как мы можем соединиться с жизнью чтобы соединиться и вступить в отношения с жизнью необходима выразительность жизнь в тотальности не изучение писаний или молитвы в храмах есть лишь одна молитва и она в храме нашей жизни это означает интенсивную жизнь тотальную жизнь неограниченную жизнь ярко выраженную и энергичную жизнь переполненную энергией жизнь мы живем без всякой энергии мы даже по улице ходим не расправляя плечи нас просто толкают туда-сюда на мой взгляд первый шаг в искусстве жизни должен заключаться в видении того насколько интенсивным мы способны вести свою жизнь это должно быть так будто бы наша жизнь стоит на кону в каждый момент времени кто знает будет ли жизнь существовать в следующий момент или нет следующее дыхание может появиться а может и не появится наши жизни находятся на кону в каждый момент такова реальность прямо сейчас вы чувствуете себя хорошо и комфортно сидите здесь если вам скажут что вы проживете еще лишь один час что может случиться за этот час или предположим вам скажут что ваша жизнь продлится еще одну секунду как вы проживете именно эту секунду суть в том что человек никогда не располагает более чем одной секунды жизни за раз нет никакой гарантии на следующую секунду она может прийти а может и не прийти та секунда которую я проживаю прямо сейчас это единственная секунда для меня если я не буду проживать эту секунду с переполчающей интенсивностью я должен освоить искусство жизни кто знает смогу ли я повторить то что делаю прямо сейчас если я люблю кого-то кто знает сможет ли снова повториться этот момент любви если я смотрю на звезды в небе кто способен заверить меня кто способен заверить меня что я смогу увидеть их вновь первый принцип искусства жизни должен заключаться в следующем что бы я прямо сейчас не делал в тот момент через который я прохожу кем бы я прямо сейчас не был я должен жить с тотальностью с цельностью эта тотальность эта цельность должны стать точкой фокусировки моей жизни поскольку ничего кроме этого момента не известно когда вы будете ложиться спать сегодня вечером кто знает встанете ли вы завтра утром или нет так что сегодня вечером погружайтесь в сон тотально вы не способны знать сможете ли вы снова поспать или нет если вы собираетесь проводить своего друга будьте тотальными всецело погруженными в эти проводы потому что вы не можете знать будут еще одни проводы или нет обычно мы живем так беспечно что не осознаем мы не имеем ясности об интенсивности проходящих мимо моментов нашей жизни мы ведем свою жизнь так будто собираемся жить вечно мы ведем такую скучную и медленную жизнь как будто бы жизнь это просто лень беспечность нет у жизни есть интенсивность то насколько интенсивно мы живем определяет глубину на которую мы можем проникнуть в храм жизни но интенсивности нельзя обучить мы никогда даже не плачем с интенсивностью чтобы вся наша душа могла трансформироваться через слезы слезы которые идут из глубины нашей души необыкновенны эти слезы становятся очень ценными они стоят гораздо больше чем бриллианты гораздо больше чем жемчуг эти слезы эти слезы приходят с великолепием нашей души если мы сможем плакать с такой интенсивностью хотя бы один раз тогда через двери плача мы можем соединиться с жизнью или же когда мы смеемся это тоже должен быть смех всей нашей души такой смех тоже способен привести нас к этой интенсивности каждое переживание жизни должно быть интенсивным имеет ли наша жизнь такую интенсивность нет вот почему жизнь кажется похожей на бремя нет ничего неправильного с жизнью как таковой но вялость беспечность расхлябанность равнодушие характерные черты нашей жизни это ясно показывает что мы не научились тому как жить таково мое видение когда вы поймете жизнь вы заметите что жизнь это азартная игра каждый момент вам приходится ставить на кон все что у вас есть тот кто ставит все понимает все но мы никогда ничего не ставим все что мы ставим ложно просто слова мы никому не доверяли со всей душой и никого таким же образом не любили мы никогда не смеялись полную силу и не рыдали полноценно в одном королевстве в Индии был один великий музыкант его семнадцатый день рождения праздновался при дворе короля со всего королевства собрались люди которые любили и уважали его они принесли подарки очень дорогие очень дорогие самые дорогие пришел король богатые высокопоставленные лица были там вдобавок присутствовали великие музыканты дворец был наводнен множеством подарков ко входу подошел нищий и сообщил что тоже принес подарок он попросил чтобы его пустили ко двору но он был одет в бедную грязную рваную одежду и стража у ворот прогнала его он начал плакать он закричал что вы делаете я тоже принес подарок пожалуйста позвольте мне войти но кто может разрешить нищему войти в королевский двор его голос его плач его крики проникли в помещение и музыкант их услышал он сказал позвольте ему войти может быть он и нищий но позвольте ему принести то что он принес этот нищий был не слишком стар ему было не больше сорока лет во дворце находились тысячи людей его завели внутрь он коснулся стоп музыканта и произнес о господи будь добр отдай отдай остаток моей жизни этому музыканту и в тот же миг его душа покинула тело это исторический факт а не просто рассказ и те самые тысячи людей встали словно завороженные такой дар был невиданным даже неслыханным такое явление может произойти только когда присутствует тотальность тогда все ваше существо желает чего-то тогда это не чудо что подобное желание исполняется когда молитва возникает из всего вашего существа это даруется до того как она возникла любое желание возникающее от всей вашей души материализуется до того как принимает форму слов мечта вдохновленная всей вашей душой материализуется до того как примет форму мечты но мы никогда ничего не желаем всем своим существом мы никогда не учимся искусству жить всем своим существом вот почему жизнь ощущается нами как бремя тот кто живет всей душой вечно живет в состоянии свободы каждый момент времени он живет в мокше вы не найдете мокшу освобождение в раю на небесах это искусство жить тотально Робин Дранат Тагор великий поэт лежал на смертном адре один из его друзей сказал это последние моменты твоей жизни это закат это закат твоей жизни теперь тебе следует молиться существование чтобы оно освободило тебя от цикла рождения и смерти глаза Тагора были закрыты он открыл он открыл их он засмеялся и ответил своему другу я благодарен существованию за то что оно подарило мне эту жизнь я был настолько предельно удовлетворен всю свою жизнь как я могу молиться об освобождении меня от жизни мое сердце имеет только одну молитву в это последнее мгновение если я хоть как-то этого достоин я хочу чтобы меня снова и снова посылали в этот мир этот мир так прекрасен если я где-то и видел что-то уродливое то должно быть проблема была в моем видении должно быть это была моя ошибка у мира есть много-много цветов и за ними скрывается некоторое количество шипов если я замечал шипы то наверное это была моя ошибка в следующий раз я буду более достойным чтобы переживать больше радости больше блаженства в свои последние дни ганди провел необычный эксперимент вероятно вы о нем не знаете потому что последователи ганди пытались скрыть его подробности вот почему этот эксперимент не обсуждается нигде на территории Индии ганди провел этот небольшой эксперимент в последние дни своей жизни вероятно это был самый важный эксперимент в его жизни он начал спать с молодой обнаженной девушкой он хотел выяснить присутствовало ли все еще в нем сексуальное желание сохранялось ли все еще в нем физическое влечение когда чья-то душа тотально течет в направлении божественности он не будет чувствовать ее течение в направлении тела он должен это пронаблюдать он должен это осознать он должен войти в это чувство перед тем как начать эксперимент ганди написал нескольким своим друзьям обращаясь с вопросом стоит ли ему экспериментировать таким образом прежде чем начать он спросил их одобряют ли они подобного рода эксперимент или же им не нравится такая идея и они против нее большинство ответов на письма содержали примерно следующее ты махатма высокая благородная душа все что ты делаешь должно быть правильно но лучше если ты не станешь участвовать в этом эксперименте он негативно отразится на твоей славе он несомненно будет иметь негативное воздействие все говорили примерно следующее ты великий махатма но это но присутствовало во всех письмах ганди продолжал читать и отбрасывал их в тот момент когда появлялось слово но он сказал с этим но все упомянутое ранее стирается становится фальшиво ты великий благородный человек но какая нужда использовать но при общении к махатме было бы лучше если бы в письме говорилось ты обычный человек поэтому по крайней мере это было бы честнее это было бы подлиннее искреннее среди тех писем было одно особенное с этим письмом в руках ганди почувствовал слезы радости письмо было от крипалане он сообщил ты спрашиваешь меня я озадачен даже если я своими собственными глазами увижу тебя занимающимся прелюбодеянием мое первое сомнение мое первое сомнение будет в моих глазах а не в тебе ты спрашиваешь меня и я озадачен если бы это я спросил тебя было бы понятно люди которые смотрят на жизнь неподлинным не искренним образом никогда не сомневаются в своих глазах вместо этого они сомневаются в самой жизни они говорят жизнь это бремя они говорят это жизнь бессмысленна они говорят жизнь неприятна они ни разу не задумываются о том что возможно их взгляд на вещи не верен что возможно их глаза ошибаются я называю такого человека религиозным который начинает сомневаться в своих собственных глазах он начинает сомневаться в себе но не сомневается в этой бесконечной жизни он религиозен и он может познать искусство жизни потому что любой кто способен усомниться в себе может найти способ трансформироваться если вы сомневаетесь в самой жизни тогда остается только один путь повернуться к жизни спиной и бежать уходить оставлять жизнь разрушать жизнь покидать жизнь постепенно найти способ умереть убежать от жизни и двигаться к смерти поэтому первый урок об искусстве жизни который нужно усвоить это понимание я не прав если я воспринимаю жизнь как узы как страдания как агонию значит со мной что-то не так признак неправоты то что я неподлинный я неподлинный мой образ жизни фальшив мои слова фальшивы вся моя деятельность фальшива мои глаза смотрят на вещи неправильным образом все во мне не так крайне важно поразмыслить над тем не создали вы ложную личность все мы создали такие ложные личности этот яд уже был вложен в нас в нашем детстве так наши личности стали ложными когда вы становитесь осознанными вы можете сделать что-то в направлении создания истинной личности я говорю вам что это неизбежная часть духовной дисциплины иметь мужество и храбрость совершать усилия чтобы жить подлинной жизнью от момента к моменту совершать усилия чтобы жить осознанно со всей интенсивностью от момента к моменту если вы плачете плачьте тотально плачьте всем своим существом если вы смеетесь смеетесь всем своим существом будьте друзьями со всем своим существом когда вы едите ешьте всем своим существом когда вы осознаете будьте тотально осознанным когда вы спите или просыпаетесь делайте это тотально каждый момент который приближается не может быть повторен этот момент пройдет через ваш опыт лишь единожды не существует возможности пройти по одному и тому же пути дважды этот момент никогда не придет эта возможность никогда снова не придет если вы должны пройти через момент только один раз тогда делайте это с полным осознанием с полной осознанностью с полной энергией вся ваша индивидуальность должна быть вовлечена должна быть связана должна быть сонастроена с моментом тогда постепенно вы придете к пониманию что узы вашей жизни медленно отпадают вы поймете что узы имели место из-за вашей беспечной неосознанной жизни как только вы начинаете жить интенсивно ваши узы начинают отпадать чтобы достичь этого состояния вы должны поэкспериментировать вы должны подвергнуться духовной дисциплине вы должны предпринять шаги в этом направлении вы должны держать это направление в уме и быть внимательными каждый день осознавать в каждый момент времени что вы не повторяете свои старые фальшивые шаблоны жизни каждый день всякий муж говорит своей жене я тебя люблю когда он произносит эти слова он не знает что говорит эти слова произносятся так будто бы играет запись они бессмысленные за ними нет никакой души его жена тоже это знает она тоже говорит своему мужу я тебя люблю я отдам свою жизнь за тебя я не могу прожить без тебя и минуты но эти слова не подкреплены ее душой они фальшивы пожалуйста не произносите этих слов лучше лучше сохранять молчание используя их вы своими же руками загоняете все свое существо в ловушку вы склоняетесь перед чем-то во что не верите мы поклоняемся в храмах даже когда ясно видим что там нет бога только камень мы очень высоко чтим писание благодаря которым мы никогда не встретились с истиной мы создали совершенно ложную личность с этой ложной личностью как вы можете найти путь к правде жизни как могут быть открыты двери как вы можете сделать шаг в нужном направлении когда вы со сложенными руками кланяетесь в храме вы действительно кланяетесь вы когда-нибудь получали переживание чего-то божественного в этом храме нет тогда зачем вы вообще ходите в храм кто сказал вам стоять перед этими идолами буддийский монах остановился в японском храме ночь была холодной и промозглой а у монаха было недостаточно одежды из сострадания священник храма позволил ему остаться внутри около полуночи священник проснулся он обнаружил костер во дворе храма а монах подпитывал огонь священник поспешил к нему и спросил что ты делаешь в храме находилось три деревянных идола Будды монах сжигал одного из них чтобы не замерзнуть священник закричал тупица что ты делаешь ты сжигаешь божественного идола как ты смеешь жить Будду монах поднял маленькую деревянную палочку и начал помешивать пепел чтобы разворошить костер священник снова закричал что ты делаешь что ты делаешь монах ответил я ищу в зале кости Будды священник принялся бить себя по голове он сказал я совершил ошибку позволил сумасшедшему войти в храм как ты собираешься найти кости деревянного идола монах рассмеялся и произнес если у деревянного идола нет костей то как внутри него может быть Будда теперь можешь идти ночь только начинается осталось еще два идола почему бы тебе их не принести мы можем сжечь их чтобы поддержать огонь священник выгнал монаха из храма посреди этой холодной промозглой ночи священник представлял себе Будду в деревянном идоле но его не волновало что живой Будда замерзает утром когда священник вышел из храма он увидел этого монаха сидящим на дороге напротив молильного камня и медитирующего со сложенными руками священник священник снова был озадачен он подошел к монаху встряхнул его и сказал тупица что ты делаешь на этот раз ты молишься со сложенными руками перед камнем монах ответил я вижу Будду повсюду ночью я сжег идола чтобы посмотреть насколько глубоко ты можешь видеть Будду ты не смог оценить смысл костей по твоей логике я мог заметить что ты вообще не способен видеть Будду твой деревянный идол фальшивка твои сложенные руки фальшивка твое поклонение это тоже фальшивка Рамакришна служил в качестве священника в одном храме его зарплата составляла 20 рупий в месяц примерно через неделю после его назначения на должность случилась неприятность управляющий комитет храма оказался перед дилеммой и было созвано собрание они чувствовали что этот человек эксцентричен настоящий человек всегда кажется эксцентричным имелся ряд жалоб предыдущие несколько дней благослужения проводились особым образом жалобы были достоверными и прямыми донесения заключались в том что Рамакришна нюхал цветы когда возносил их Богу он также пробовал на вкус пищу прежде чем поднести ее Богу все это было не стандартно Рамакришну вызвали и спросили о том правда ли что он нюхает цветы перед тем как вознести их Богу Рамакришна сказал как я могу предлагать их не понюхав кто знает хорошо они пахнут или нет его спросили о том правда ли что он пробовать пищу перед тем как поднести ее Богу он ответил моя мама делала то же самое сначала она пробовала ее а потом кормила меня я не могу предлагать Богу пищу не попробовав ее кто знает стоит употреблять ту еду которую приготовили или нет это честное подлинное поклонение все наши богослужения на сегодняшний день фальшивы, глупы, поддельны они не являются осмысленными мы находимся во тьме стоя со сложенными руками наши слова ложны и нам хватает наглости говорить жизнь это узы жизнь не узы наша фальшивая личность вот узы мы создали фальшивую личность мы создавали фальшивые узы вокруг себя я настоятельно прошу вас отбросить формальные способы бытия отбросить нечестность проживайте опыт своей жизни в подлинности и с тотальной интенсивностью тогда вы увидите что даже маленькие действия превращаются в поклонение вы сидите или стоите и это становится поклонением вы увидите что держать кого-то за руку это поклонение вы получите переживание того что глубоко смотреть в чьи-то глаза с любовью это поклонение вы начнете чувствовать что божественность существует всюду вокруг вас храмы божественности существуют повсюду вы начнете получать их проблески в камнях в гальке во всех и каждом листочке во всех и каждом цветке тогда каждое слово это слово божественности когда мы живем подлинно мы подлинным образом связаны с истинной жизни мы живем неподлинно поэтому мы не связаны с жизнью пока достаточно в этой связи было задано еще несколько вопросов я займусь и не завтра теперь мы усядемся для вечерней медитации в контексте сегодняшней дискуссии выясните является ли ваша медитация подлинной или нет сидите ли вы в медитации только потому что все остальные медитируют или же вы медитируете со своей тотальной энергией возможно что вы просто сидите все другие сидят поэтому вы присоединяетесь к этой группе раз уж вы участвуете в лагере раз уж вы проделали весь этот путь вы сидите в медитации если вы сидите таким образом ваша медитация не пустит никаких корней но если вы участвуете с полной энергией ставя на кон все кто кто знает будете ли вы в состоянии встать после медитации кто знает это может быть вашим последним моментом и если вы его упустите вы можете упустить его навсегда кто может сказать возможно что это может быть вашим последним моментом молодой санисин отправился во шрам существовало такое правило что всякий раз когда кто-то туда приходил он делал три круга вокруг гуру семь раз касался стоп гуру а затем усаживался перед ним чтобы задать любой вопрос который у него имелся этот молодой человек прибыл он сразу же подошел к гуру положил свои руки ему на плечи и произнес я пришел чтобы задать несколько вопросов гуру сказал какой ты не воспитанный какой не культурный разве ж ты не знаешь что сначала ты должен три раза обойти вокруг меня семь раз коснуться моих стоп присесть а потом уже задавать свои вопросы в противном случае ты не можешь получить ответа юноша спросил почему три я могу обойти 300 раз почему семь я могу коснуться ваших стоп семьсот раз но способны ли вы пообещать мне что я смогу завершить эти три круга буду ли я все еще жив после этого в состоянии ли вы взять на себя ответственность за то что я останусь в живых мой вопрос и ответ на него требуют первого предпочтения сначала я должен получить свой ответ затем если позволит время я буду ходить вокруг вас кругами я буду касаться ваших стоп гуру оглянулся на других своих учеников и заявил это первый раз когда подлинный и искренний ищущий пришел задать вопрос теперь даже нет необходимости отвечать на его вопрос его вопроса самого по себе достаточно он приведет его к ответу если вы будете медитировать целостно тотально просветление может случиться прямо сейчас здесь и сейчас здесь и сейчас в этот самый момент оно может произойти при условии что вы медитируете со своей тотальной энергией с вами Рама Тиртха был студентом математики у него имелся свой собственный особенный метод если в экзаменационной работе присутствовало двенадцать вопросов и была дана возможность решить любые семь тогда он справлялся со всеми двенадцатью и представлял экзаменатору выбор для проверки любых семи он был уверен что все его двенадцать решений были правильными он готовился к финальному экзамену для получения степени магистра и в семь часов вечера начал решать еще одну задачу к трем часам ночи он все еще не мог ее осилить один друг сказал ты сойдешь с ума утро так близко ты впустую потратил всю ночь на одну единственную задачу кто знает появится ли этот вопрос на экзамене почему ты не думаешь нет 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 рама тиртха поднялся он открыл свой чемодан вытащил кинжал и положил его на стол он поставил будильник чтоб тот зазвонил через 15 минут он сказал другу брат прощай если я не смогу решить эту задачу в следующие 15 минут тогда этот кинжал пройдет сквозь мое тело друг ответил почему ты так обезумел какая разница справишься ты с этим вопросом или нет но рама тиртха уже не слышал голос своего друга обнаженный кинжал лежал перед ним он снова настроил свой ум на решение задачи это была промозглая ночь воздух был прохладным но через три минуты его лоб покрылся испариной по всему ему телу текли ручьи пота и прошло и пяти минут как его осенило решение он вытер лоб и сообщил своему другу у меня есть решение друг сказал это хорошая техника всякий раз когда у меня в будущем будет появляться подобная проблема я тоже буду класть перед собой кинжал и ставить будильник кто станет на самом деле использовать кинжал даже если будильник сработает а задача не будет решена какое это имеет значение рама тиртха ответил ты думаешь что это просто техника это не техника это не было притворство было предопределено что путеп что по истечении 15 минут кинжал пронзил бы мою грудь когда человек встречает задачу с такой тотальностью она теряет всю свою силу всю свою энергию когда человек ставит на кон все со всей своей тотальной душой какая проблема может устоять перед ним как вопрос может оставаться нерешенным как задача может оставаться невыполнимой какое смятение еще может остаться какое препятствие не сможет быть преодолено ничто никогда не препятствовало что никогда не может препятствовать человеку который ставит на кон всю свою жизнь любое препятствие исчезает все двери открываются все замки оказываются отперты но мы не знаем как жить с тотальностью медитация может стать ключом нам нужно все поставить под удар ради медитации нам нужно все делать в полную силу с тотальной энергию я хочу сказать вам что медитация это ключ ко всему сокровищу но этот ключ может быть найден только теми кто показывает свою тотальную готовность кто вкладывает всю свою энергию все свои молитвы это может случиться сегодня это может случиться прямо сейчас вам даже не нужно этого делать это может произойти пока я говорю теперь мы усядем все для вечерней медитации найдите место потому что вам нужно будет лечь тихо никакого шума никаких разговоров займите свое собственное место и сегодня вечером делайте это всем своим существом поскольку у нас есть только сегодняшний и завтрашний вечер после этого мы уедем пожалуйста не говорите и не смейтесь вообще не говорите потому что это повредит вам если земля неровная лягте так чтобы ваша голова была выше никто не должен никого касаться отодвиньтесь освободите немного места займите свое место где угодно просто лягте тихо где хотите сначала с абсолютной честностью поместите в центр своего сердца ощущения я вхожу в медитацию со всей своей энергии со всем своим существом вашим глубочайшим ядром я вхожу в ничто это мое искреннее намерение я медитирую я медитирую не для формальности я делаю это так будто на кону стоит вся моя жизнь и для меня это вопрос жизни и смерти поместите это ощущение в центр вашего сердца затем закройте глаза и расслабьте тело закройте свои глаза позвольте всему телу расслабиться этот вечер такой невероятный что-то определенно произойдет ваша жажда так глубока что что-то обязательно случится кто может этому помешать отпустите тело закройте свои глаза теперь я составлю некоторые указания всем своим существом проживайте их вместе с моими словами тогда они начнут случаться для начала представьте себе что тело расслабляется тело расслабляется тело расслабляется тело тотально расслабляется как будто тела нет отпустите тело расслабляется тело расслабляется тело расслабляется тело расслаблено дыхание тоже расслабляется дыхание расслабляется Дыхание расслабляется. Позвольте дыхание быть совершенно расслабленным. Дыхание расслабляется. Дыхание расслаблено. Ум тоже становится тихим. Ум становится тихим. Ум становится тихим. Ум стал тихим. Тело расслаблено. Дыхание расслаблено. И ум становится тихим. Теперь любой звук, который вы слышите, продолжайте тихо слушать. Будучи полностью осознанными внутри. Просто продолжайте слушать. Не нужно больше ничего делать. Вы услышите неподвижное молчание ночи. Вы услышите. Вы услышите. Вы услышите. С полной осознанностью. Слушайте. На протяжении 10 минут просто продолжайте слушать. Совершенно молчаливо. Продолжайте слушать звуки ночи. Продолжайте слушать. Продолжайте слушать неподвижное молчание ночи. Мало-помалу тоже молчание окажется внутри вас. Ум будет продолжать становиться молчаливым. Ум будет продолжать становиться совершенно молчаливым. Продолжайте слушать ночные звуки. Вы станете способны слышать даже мельчайшие звуки. С полной осознанностью. Звучание ветра. Существование создает множество звуков. Слушайте тихо. Слушайте тихо. Слушайте тихо. Слушайте тихо. Ум будет продолжать становиться молчаливым. Неподвижное молчание ночи, постепенно останется только ветер, останутся только звуки ночи, вы исчезнете, вас больше не будет, вы превратитесь в мечту, станьте едиными с жизнью, отпустите себя, исчезнете. Ум стал совершенно молчаливым. Ум стал совершенно молчаливым. Ум стал молчаливым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok